Здравствуйте! Это новости на канале ЭНСК-49. Мы выходим в эфир из домашней студии. И смотрите сегодня. Болеют дети. В детской инфекционной больнице находится 76 детей. Из них 30 с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Добрые помощники. Волонтерское движение в Новосибирской области расширяется. С его участниками встретился губернатор. Ночь музеев онлайн. Традиционная музейная акция пройдет и в этом году, но в интернете и по телевидению. По данным на утро 13 мая в Новосибирской области выявлено 80 несовершеннолетних с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Наша съемочная группа побывала в детской городской клинической больнице номер 3, где выяснило все о том, как содержатся маленькие пациенты, насколько тяжело у них протекает заболевание и как областное правительство организовало безопасную логистику инфицированных COVID-19. По данным оперативного штаба на 11 часов утра 13 мая в Новосибирской области за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Это для нас рекордный показатель. В то же время выявлена коронавирусная инфекция у 74 человек. Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения достигло 1300, 80 из которых дети. И если взрослые больные находятся в разных лечебных учреждениях, то все дети лечатся здесь, в детской городской клинической больнице номер 3. Дети поступают в специально выделенные помещения, так называемые мельцеровские боксы приемного отделения. Врачи облачаются в средства индивидуальной защиты, врачи, медицинские сестры, регистраторы, которые непосредственно с ними работают. Проведя объективные исследования, в том числе определив уровень насыщения кислородом крови, дети и взрослые, собственно говоря, у нас по факту семейная госпитализация, поступают в лечебное отделение. Госпиталь на 153 койки для детей больных коронавирусной инфекцией на базе этой больницы развернут по распоряжению регионального министерства здравоохранения. Проблем с местами нет. На момент съемки здесь находилось 76 детей, из которых 30 с подтвержденным заболеванием COVID-19. А также взрослых из числа родителей 33 человека, среди них 10 инфицированных. Все они находятся в одном из двух корпусов, где организовано несколько отделений, в том числе отделение реанимации и компьютерной томографии. Нам, наверное, повезло, потому что в декабре мы установили компьютерный томограф и с марта месяца он у нас запущен в эксплуатацию. И сейчас, конечно, для нас это великая подспорь для того, чтобы проводить томографию органов грудной клетки и своевременно, адекватно, назначать ту терапию, которая необходима каждому пациенту. Но, как и в случае с госпиталями для взрослых, для которых зарезервированы дополнительные койки на случай роста заболеваемости, Минздрав региона подстраховался и насчет детей. Возможно, эта инфекция будет шире проникать в детские слои населения, поэтому у нас есть и другие варианты заготовленные. Но пока что у нас другая система здравоохранения работает в обычном режиме. И когда мы организовали здесь койки, мы исходили из того, что ковидная инфекция не должна ухудшить оказание экстренной и неотложенной медицинской помощи детям других профилей. Один из корпусов больницы оставили как раз для таких детей. Больных клещевым энцефалитом, что сейчас чрезвычайно актуально, интервирусной инфекцией и тому подобное. Впрочем, общий фон заболеваемости среди несовершеннолетних, отмечают медики, с началом пандемии заметно снизился. Промежуточные итоги работы, новые меры поддержки, инициированные президентом России, а также сбор средств на нужды медиков, обсудили в волонтерском центре партии «Единая Россия», молодые активисты, депутаты законодательного собрания и городского совета депутатов. С визитом там побывал и секретарь Новосибирского регионального отделения этой партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Почти за полтора месяца жизни в условиях пандемии в региональный волонтерский центр «Единая Россия» поступило больше пяти тысяч звонков. На полторы тысячи обращений, а это не только консультации, но и просьбы о помощи, молодые и активные люди успели отреагировать. Самое главное, наша партия сплачивает народ около себя. Я благодарен этим молодым ребятам, что они добросовестно работают. Сегодня для любого старичка, который сидит на карантине, чтобы прийти и поддержать, ну, столько эмоций по телевизору же мы видим, с какой радостью люди сообщают, что ему продукты принесли. Волонтеры и сами обзванивали пожилых и одиноких жителей области с предложением, к примеру, принести продукты, сходить в аптеку или выгулить собаку. Депутаты фракции «Единой России» помогали с приобретением продуктовых наборов. Мы сейчас переходим к оказанию помощи, уже предоставляем, формируем, видите, продуктовые наборы, которые повезем врачам, поскольку они сейчас находятся на передовой. Это 11-я больница, 1-я инфекционная, 3-я детская инфекционная. Мы на весь коллектив полностью готовим такие чайно-продуктовые наборы, чтобы уже они могли заниматься той своей работой, которой они занимаются. И, собственно, чтобы они понимали, что они хотя бы в какой-то небольшой перерыв могут попить чай, что-то перекусить и, соответственно, дальше продолжать свою работу. Глава региона отметил хороший уровень организации волонтерской работы и обратил внимание на новые задачи, которые теперь также стоят перед добровольцами и партийцами. Как вы знаете, президентом нашей страны был принят ряд дополнительных мер поддержки не только представителей бизнеса, но и простых людей, в первую очередь семей с детьми. Набор таких мер очень обширный. Задача поставлена приступить к реализации мер поддержки уже немедленно. А разъяснить, каким образом и где можно получить эту поддержку, как раз и могут в волонтерском центре. Я хотел бы, чтобы вы регулярно, в том числе и мне, как и губернатору, и секретарю регионального отделения, давали объективную картину, а получают ли люди эту помощь, нет ли у нас каких-то организационных бюрократических сбоев, чтобы мы, используя авторитеты и ресурсы партии, могли своевременно корректировать работу наших коллег в различных администрациях. Также Андрей Травников призвал поддержать инициативу председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который обратился с предложением к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, региональным депутатам, руководству партии и другим однопартийцам, у которых есть возможность направить месячную заработную плату на адресную помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса. Одна конюшня и два клуба, которые не могут ужиться друг с другом. Такая ситуация сложилась в Краснообске. Центр ипотерапии, располагающийся на этом месте уже много лет, обвиняет представителей конно-спортивного клуба в рейдерском захвате. Другая сторона говорит о том, что их оппоненты создают иллюзию деятельности. В непростой ситуации разбирался Василий Акимов. Именно здесь, на улице Восточной, в Краснообске, в окружении многоэтажных домов, уже много лет располагается центр ипотерапии, который, по словам представителей этой некоммерческой организации, они построили буквально в пустом поле. Частично за счет собственных средств, частично на всевозможные гранты. Построили совершенно маленькую конюшенку, руками родителей, сотрудников, и в ней находились и работали. Достаточно усмешно, но не очень хорошие бытовые условия. Потом мы написали грант. Была такая международная организация, называлась КАФ. Это Великобритания, Россия. Благотворительная организация, которая выделила нам грант на 1 миллион рублей. И вот на этот грант мы построили конюшню свою. Родители больных детей говорят, что занятия в этом клубе реально помогают ребятишкам. Результат виден, результат положителен. Тут даже сложно сказать, что больше влияет. Занятие с лошадьми или врачи. Вкупе это все помогает на самом деле. И польза очень большая. Спокойная жизнь завершилась после того, как они пустили в свои стены другой клуб, оказавшийся буквально на улице. Произошло это в декабре прошлого года. Никаких контрактов не заключали. И сейчас не знают, как избавиться от непрошенных гостей. Они говорят, нет, нет, мы решили вообще не уходить. Мы решили не уходить, мы здесь будем находиться так же, как и вы. Никаких замечаний не принимаются, вот делают, что хотят. Вот пришли дети у них. И инструктор, и без тренера выводят к лошадей прямо вот туда, где ходят люди. Есть претензии и к условиям содержания лошадей, которые поселились в центре ипотерапии, вместе с переехавшим к ним клубом. У нас такой запах идет из Аммиако, они гинеки не умеют делить. Должны быть, когда гинеки делят 5-6 тачек, должны быть опилки. Они всего там опилки экономят, 2-3 тачки опилки, все пьют. Там везде стороны запах. Перед кормлением они прямо с опилкой бросают все. У представителя клуба «Орион», которому высказывают претензии сотрудники центра ипотерапии, иная точка зрения на происходящее. Еще в апреле на своей страничке ВКонтакте руководитель «Ориона» Ирина Парпура опубликовал открытое письмо, объяснив сложившуюся ситуацию со своей точки зрения. Ипотерапией они никогда не занимались, это было формальное прикрытие. Так вот, пригласили нас для того, чтобы мы показали, что их клуб нужен поселку, что ведется активная спортивная деятельность, и мы будем заниматься ипотерапией, либо предоставить им свою лошадь для занятий. На прежнее место аренды я вернуться не могу, а на свои земли могу уехать только после того, как там будут созданы все условия для лошадей. Отметим, что клуб «Орион» и Ирина Парпура уже не первый раз меняют место своей дислокации. Вначале они находились в Шилово, затем переместились в Марусино, и каждый раз что-то не складывалось. В соцсетях местные жители пишут, что они только рады наличию конного клуба. Впрочем, как и родители больных детей, не готовы отказываться от своих занятий в центре ипотерапии. Что делать и как совместить интересы разных сторон конфликта, пока не ясно. Наверное, главное, чтобы главными пострадавшими в этой ситуации не стали лошади, принадлежащие «Ориону», которые в очередной раз могут оказаться на улице, из-за того, что их владельцы не смогли найти общий язык с хозяевами конюшни. Новосибирские зоопарки бьют тревогу. Почти двухмесячное отсутствие посетителей в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса поставило под угрозу не только их дальнейшее существование, но и выживание животных, находящихся в них. Причем речь идет не только о городском зверинце, но и о целом ряде небольших контактных зоопарков. За счет чего выживают сегодня такие небольшие заведения, и можно ли им как-то помочь в сложившейся ситуации, смотрите в следующем сюжете. Контактный зоопарк в парке «Березовая роща» изначально создавался для реабилитации больных детей. С ребятами здесь занимались бесплатно. За год через него проходили около ста мальчишек и девчонок, а средства на содержание животных собирали за счет посетителей. Вход у нас бесплатный, мы продаем только прикормочки. И за счет этих прикормочек собираем на корм для наших зверей. Увы, введенные в связи с коронавирусом ограничения нарушили привычную отработанную схему. Почти два месяца зоопарк закрыт. Однако животных по-прежнему надо кормить. В месяц на прокорм всего этого хозяйства уходит около 300 тысяч рублей. Когда ситуация стала совсем безнадежной, на помощь пришли благотворители. За свой счет они приобрели овес для различных копытных животных и поросят, а также куриные потроха для ручного лисенка, живущего здесь. Наша компания решила оказать помощь. И целью данной акции является привлечение внимания общественности. Возможно, нас, к примеру, воодушевит предпринимателей, бизнесменов и обычных граждан города Новосибирска оказывать помощь зоопарку, непосредственно который вот здесь в Березовой роще расположен, зоопарку наш городской, который абсолютно там совершенно большой, и, насколько я знаю, также нуждается в помощи. И несмотря на ситуацию, которая сейчас происходит в нашей стране, все-таки не забывать помогать. По словам сотрудников, контактного зоопарка подаренных кормов хватит примерно на неделю и продолжает надеяться на помощь добрых людей. Мы живем только за счет хороших людей, которые нам зерно, овес и другие овощи приносят. Сегодня многие люди и предприятия находятся в непростой ситуации. Но в отличие от большинства из нас, как правило, способных найти выход из любого, даже самого сложного положения, этим зверушкам такого не дано. Именно мы их приручили и поэтому в ответе за них. Организаторы этой благотворительной акции приглашают всех новосибирцев поддержать их начинание и оказать помощь одному из зоопарков нашего города. В сложной ситуации не только зверинец в парке Березовая роща. Кризис коснулся практически всех подобных заведений. И дальнейшая судьба всех этих милых питомцев зависит в том числе и от нас. Провести ночь в музее и романтично, и познавательно. Событие ночь музеев стало популярным не только в Новосибирске, но и по всей России. Оно всегда наполнено обширной культурной программой, концертами, творческими встречами, спектаклями и различными мастер-классами. Несмотря на карантин, в этом году она состоится. Как будет проходить эта ночь музеев, расскажем в следующем сюжете. Ночь музеев – самая масштабная акция в области культуры. Она нашла отклику людей всех возрастов. В этом году ночь музеев будет особенной, так как пройдет в онлайн-формате в ночь с 16 на 17 мая. Несмотря на то, что все учреждения культуры и спорта закрыты, ночь музеев пройдет не только в городе, но и в области. Площадками акции станут официальные сайты учреждений культуры, YouTube-каналы и социальные сети. Основные площадки – это Краевический музей, художественный музей, музей города Новосибирска и парк «Россия. Моя история». Акция пройдет в формате телемарафона совместно с телекомпанией ОТС и музеями. Телемост со столичным музеем. Что касается телемоста, то есть этот телемост у нас Краевический музей планировал в рамках национального проекта «Культура». Телемарафон будет состоять из показа заранее подготовленных музейных историй и прямых включений в различных музейных пространствах, в том числе и в интересных местах города. Ночное метро, дом с часами, историческое здание военного городка. Будут показаны скрытые от глаз произведения искусства. Сотрудники музея проведут онлайн-мастер-классы и тесты музейных экспозиций, например, качество глажки утюга с углями. Провести невозможные экскурсии, которые даже бы в режиме личного посещения не смогли бы сделать наши горожане. Это институт цитологии и генетики, это лабораторные подвалы НГТУ, это трамвайное депо, это станция Инская, Нахаловка, тайный дом домокупца Захарова, Бельведер, доме на улице авиастроителей, ночное метро, башня на доме с часами и тому подобное. То есть ребята подготовились очень серьезно, все эти сюжеты отсняты, и действительно горожане смогут посетить все эти тайные места. Будет показана кинохроника документального журнала «Сибирь» на экране, предоставленная Музеем кино. Также будут продемонстрированы печатные заметки о Новосибирске, начиная с 1989 года. А также истории десяти известных горожан, таких как актеров Ивана Ромашко, Зои Булгаковой, художника Александра Чернобровцева. В телемарафоне примут участие все районные музеи. Мы помним, что мы являемся музеем, который занимается историей города. И, как правило, традиционно все музеи в нашей стране, в других городах, если у них главная тема – это город, то не нужно ограничиваться, находиться внутри, а нужно выйти в город. История о Новосибирске заранее сняты будут включением от музея города. А вот Краеведческий музей решил сделать исторический показ всех ночей, которые проходили, начиная с 2009 года. Мы создадим такую длинную, ретроспективную трансляцию, которую покажем через YouTube, через социальные сети. А как вообще… Напомним просто горожанам, а как это вообще было? Что такое музей Минуч? Как мы работаем? Художественный музей тоже оставался на связи с посетителями. В онлайн были показаны различные экспозиции. А для «Ночи музеев» приготовлен необычный формат. Этот раз мы хотим совместить традиционную экскурсию с музыкальными видеофрагментами, которые нам подобрал театр оперы и балет. Посмотрев, а значит приняв участие в телемарафоне «Ночь музеев», вы узнаете город еще лучше. Откроете для себя много нового и интересного. А значит полюбите его еще больше. И, конечно же, придете в музей. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Далее в нашем эфире прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.